14 октября 2019 года в нашем университете произошел вопиющий случай. Студент заочной формы обучения Беркурс Артем зашел в морской деканат в то время, которое не предназначено для обслуживания заочников, но тем не менее его методисты приняли. Им был задан вопрос о порядке прохождения сессии и так далее. Методист пояснил данному студенту ситуацию. Его не удовлетворил ответ методиста. Методист повторно еще дважды пояснил данную ситуацию. Студент заочник пришел в возбужденное состояние, вел себя излишне эмоционально, попытался проникнуть в компьютер данного работника, в его непосредственную рабочую зону. На все замечания и увещевания вести себя спокойно данный студент, к сожалению, не реагировал. Никакие попытки его утихомирить, успокоить, к сожалению, не имели воздействия. Как следствие, три работника нашего университета не смогли с трудом, так сказать, вернее, его успокоить. Он бросался, дрался, кидался и так далее, рвал на себе одежду. И было принято решение все-таки вызвать полицию. И дабы этот человек не ушел, не ушел от наказания, был закрыта дверь в деканат. Никакие его другие личные свободы не ограничивались. Когда я лично пришел в деканат, а пришел я буквально через пару минут, он сидел на стуле, ему была предложена вода, он спокойно разговаривал, со мной мило улыбнулся и так далее. По приезду полиции были взяты показания у всех работников деканата. На тот момент находилось порядка шести человек свидетелей. Есть, к сожалению, потерпевший работник деканата. В ходе, так сказать, физических отношений с этим студентом он прокусил ему палец. Я никогда не думал, что человек может вот так нанести увечья другому человеку. И были взяты показания со всех участников этих событий. В результате все написали заявление в полицию, сняты повреждения работника, зафиксированные в медицинском учреждении. На сегодняшний момент проведено служебное расследование дополнительно данного инцидента, взяты объяснительные со всех. И проведена дисциплинарная комиссия, на которой был рассмотрен данный случай. Хочется отметить, что студент нарушил положение у курсанта, в частности, пункт данного положения, за который полагается самое тяжкое наказание, вплоть до отчисления с университета. Мы ждем объективного расследования со стороны внутренних органов. Уверены, что будет проведено расследование со всеми необходимыми доказательными материалами. И хотелось бы отметить, что вызывает недоумение тот ажиотаж, который возник в социальных сетях. Возникает ситуация, похожая, когда вора поймали на рынке, он падает и кричит, ой, меня убивают. Поэтому мы уверены, что следствие разберется. И со своей стороны, со стороны нашего ВУЗа, хотелось бы выразить опасение, чтобы в дальнейшем люди, имеющие неуравновешенный характер, не способны пойти на компромисс, правильно реагировать на замечания, они, на наш взгляд, не могут работать на флоте. Поэтому я думаю, что работодатель в дальнейшем разберется, брать ли ему на работу подобных студентов. Дисциплинарная комиссия рекомендовала данного студента к отчислению, и я думаю, что сегодня приказ будет подписан. Мы проанализировали социальную страничку данного студента. К сожалению, психолог отмечает повышенный уровень агрессии. И на данный момент эти фотографии уже удалены в социальных сетях, равно как и видео, которое фиксировало декана морского факультета на первом этапе взаимоотношений студента с администрацией. На том видео декан никаких действий агрессивных, как и другие работники деканата в отношении студента не совершает. Обстановка доброжелательная, но, к сожалению, оно сейчас исчезло из сети, потому что не устраивает, очевидно, вторую сторону. Из фотографии видно, что данный студент физически достаточно развит, он может за себя постоять, поэтому, что, собственно, он и пытался применить в отношении работников деканата. Но, учитывая годовщину страшных событий, которые произошли год назад, 17 октября, в Политехническом колледже, мы опасаемся, что такие события могут быть и со стороны данного студента, поэтому, естественно, мы его отчистим из нашего университета. Продолжение следует...